Сейчас самое время подышать, потому что пойти куда-то вы не можете, люди борются по-разному со стрессом. Поэтому дыхание сейчас самая актуальная методика, чтобы избавляться от стресса. И мы сегодня начнём именно этот влог. Итак, предлагаем начать. Давайте немножко теории. Начнём с теории. Что такое стресс? Стресс – это реакция организма на оказанное на него воздействие. И мы живём в социуме, да, и мы много что хотим. Мы хотим хорошую работу, мы хотим построить семью, мы хотим, чтобы наши дети там хорошо учились, мы хотим то, мы хотим это. И вот из-за наших хотелок накапливается стресс, да, и это считается таким положительным, хорошим стрессом. Его ещё называют эо-стресс. Но бывает другой стресс. Допустим, когда у нас стресса очень много, да, и стресс не только на работе, но ещё и в личной жизни, ещё где-то там ещё и с родителями. То есть по всем фронтам. И что происходит? Мы начинаем не справляться с этим стрессом. Его столько много, он либо неожиданный, либо его очень много, либо он очень долгий. И организм тогда не успевает справиться. То есть наших ресурсов жизненных становится недостаточно, чтобы справиться с этим стрессом. Вот. И этот стресс, такой негативный стресс, он называется дистресс. И когда люди говорят стресс, они именно подразумевают вот этот негативный стресс, дистресс, а не эо-стресс. Потому что эо-стресс никому не мешает, он, наоборот, нас мотивирует, даёт нам силы и так далее. Поэтому, когда я буду говорить стресс, я буду иметь в виду именно вот этот дистресс, да, негативный, которого настолько много, что нас уже больше ничего не радует. Даже какие-то радостные события происходят в жизни, но мы уже не радуемся, потому что мы полностью окунулись вот в это решение своих проблем, пытаемся справиться с стрессом и так далее. Вот. Поэтому это очень важно понимать, что под стрессом мы имеем в виду именно дистресс, вот этот вот негативный стресс. Теперь давайте учиться у природы и посмотрим, что же происходит, когда человек испытывает стресс. У него появляется внутренняя, у него появляется такое, накапливается внутреннее напряжение. И ему всячески охота это вывести из себя, да. Допустим, человек начинает кричать очень часто, особенно девушки, когда женщины, девушки, женский пол в основном начинает кричать. И таким образом они пытаются и орать, кричать, и таким образом они пытаются вот это вот внутреннее напряжение вывести наружу через голос. Кто-то начинает хлопать двери, стучать ногами, бить, крушить. Это тоже естественная реакция, выведение стресса, но уже в виде физики, да. То есть с помощью тела мы рушим что-то, да, мы кидаем, иногда рукоприкладство. Это выведение стресса с помощью физики, да. То есть мы с помощью тела мы выводим стресс. То есть мы можем вводить с помощью голоса, с помощью тела. И в принципе многие из вас скажут, ну да, я прокричала, мне стало легче. Но есть другие люди, то есть есть другой тип людей, которые всё держат в себе. То есть они неконфликтные и они такие вот, ну любят всё в себе держать и сами в себе переживают. И тогда вот этот вот стресс начинает копиться и начинает их разъедать изнутри. И оттуда уже идёт психосоматика и все болезни. Недаром говорят, что все болезни от нервов. Вот. И тот, и другой случай, когда вы выплёскиваете эмоции, когда вы держите в себе. Не тот, не другое нехороши. Почему первый нехороший? Потому что мы живём в социуме. И если вы проорёте, да, особенно на вашего босса, то это может повлиять на вашу репутацию, да. Или вы можете ухудшить отношения с любимым человеком. Поэтому что важно? Вы... Важно учиться это делать как-то по-другому. В чём сложность второго типа, да. Это, как правило, мужчины. Они любят держать всё себе. Они вот молчат. Такие вот молчуны накапливают вот эту вот обиду, злость, молчат, сопят. А это их изнутри разъедает. Это плохо тем, что это остаётся. Помните, что любая непрожитая эмоция даст о себе знать. Рано или поздно. Тело помнит всё. Дыхание помнит всё. Поэтому любая, абсолютно любая эмоция, которую вы не выплеснули, не прожили, остаётся вас и разъедает вас. Поэтому очень важно выводить это наружу. Учиться у природы выводить это наружу. Поэтому дыхание предлагает очень такой безопасный, экологичный способ справляться со стрессом. То есть природный рефлекс избавиться вот от этого, вот от этой эмоциональной напряжённости, да, вывести это изнутри наружу. И это можно делать потрясающе с помощью дыхания. Каким образом? Сама природа построила так, что со вдохом мы что-то вбираем в себя. И если мы добавляем осознанность, мы можем представлять что угодно, что мы вбираем в себя. Здоровье, энергию, любовь, что хотите. А на выдохе, да, выдох, то есть выходит из нашего тела. Мы можем также прибавлять осознанность и делать дыхательные практики, концентрируясь на выдохе. Мы можем избавляться вот от этих накопившихся эмоций, стрессов и напряжений именно на выдохе. Поэтому дыхательные практики, которые построены, у которых акцент именно на выдохе, да, они называются антистрессовыми. И мы будем их изучать. Мы возьмем несколько техник, самых важных, с моей точки зрения. Вот. Так. Что я еще хотела сказать из теоретической части? Окей. Практики, которые мы будем делать сегодня, это базовые практики осознанного дыхания. Это вот прям база такая. Чем они уникальны? Они уникальны тем, что вы их можете делать везде. Пока идете, пока сидите, пока лежите, на работе, в офисе, даже в присутствии окружающих. Они даже не поймут, что вы что-то делаете. Этим они уникальны. Значит, с чего я предлагаю начать? Я предлагаю начать с очищающего дыхания. Вы наверняка у меня на странице видели много раз, когда я выбирала очищающее дыхание, но мы не разбирали технику. Сегодня мы разберем технику и прям чуть-чуть вовнутрь, да, пойдем глубже. Значит, очищающее дыхание – это один цикл. Один цикл дыхания, и он принадлежит дыханию малого формата. Он состоит всего из одного вдоха и одного выдоха. Это базовое упражнение осознанного дыхания. То есть вот прям такой вот basic, который прям, с чего нужно всегда начинать. Значит, один вдох, один выдох. Давайте прямо сейчас. Это очищающее дыхание построено на естественном дыхательном рефлексе, вдох, облегчение. Поэтому давайте прямо сейчас все вместе сделаем вдох, облегчение. Так, как это у вас получается. Ошибок быть не может. Ну, примерно это может быть так. Давайте все вместе сделаем просто вдох, облегчение, как вот он у вас идет. Теперь давайте разбирать технику, как делается очищающее дыхание. Значит, это один дыхательный цикл – вдох и выдох. Мы делаем активный вдох и без пауз. Паузы не должно быть. Мы делаем активный вдох и сразу же пассивный, расслабленный выдох. То есть вы как будто бросаете. Вот, ручка, вы просто бросаете, да? А посмотрите, как это выглядит. Активный вдох, пассивный, расслабленный выдох. То есть я активно вздохнула и без пауз, без пауз я расслабляюсь, отпускаю, расслабленно отпускаю, выдох. Давайте попробуем все вместе. Делаем активный вдох и расслабленный выдох. И еще раз давайте сделаем. Что здесь важно? Какие могут быть ошибки, и какие ошибки я уже вот прям через экран могу прям ощущать? Как правило, активный вдох получается у всех. А вот пассивный, расслабленный выдох – это проблема. То есть выдох делают примерно так. Смотрите. То есть очень сильно давят, не могут расслабиться, не могут отпустить. Либо контролируют. Смотрите. Чувствуете разницу? А теперь посмотрите, как правильно. То есть это именно отпустить. Для тех, у кого не получается, получается либо такое сильное давление, это говорит о человеке, что человек любит давить по жизни. Человек, который медленно-то контролирует, говорит о том, что по жизни любит все контролировать, все должно быть под контролем. Вообще по дыханию у меня есть сайт, называется breathclass.ru, и он начинается так. Покажи мне, как ты дышишь, и я скажу, кто ты. Это на самом деле. Когда я занимаюсь индивидуально с человеком, и человек начинает дышать, я практически более-менее понимаю, с кем я имею дело. Потому что дыхание не врет. Человек может брать, дыхание никогда не врет. Так вот, если у вас не получается расслабленный выдох, это говорит о том, что у вас в жизни дисбаланс, у вас перекос на вот эту активность. То есть вы молодцы, вы такие трудяги, хорошо работаете, такие активные, вам бы только поработать. А вот с расслаблением, с фазой выдоха у вас проблемы, потому что вы не умеете расслабляться. Вы либо считаете, что это не нужно, а это против природы. Есть день, есть ночь. Почему я так много на это время уделяю? Потому что очень важно с помощью, если вы научитесь делать это очищающее дыхание, то вы сможете, даже если вы технически научитесь это делать, то вы сможете через дыхание находить баланс. То есть уравновешивать активную фазу своей жизни. И расслабленную. Кстати, во время очищающего дыхания многие начинают зевать, потому что идёт вот именно этот баланс активности и расслабления. Несмотря на всю вот эту лёгкую технику, всего один дыхательный цикл, многие думают, что, блин, ну что это за техника, это вообще, блин, ничего. Но технически сделать её правильно не могут, контролируют, не могут расслабиться, не могут отпустить. Постоянно делают вот так. Ну это какое расслабление? Это давление, причём конкретно. И у многих даже при всём желании технически это не получается сделать. И это действительно техника, это нужно учиться. И что интересно, что если вы научитесь это делать через дыхание, находить вот этот вот баланс, активные фазы и пассивные фазы, вы сможете переводить это в жизнь, и это прекрасно. Вы начнёте отпускать. Если вы не можете отпускать выдох, это говорит о том, что вы не можете отпускать ситуации, вы не можете отпускать некоторых людей, вы не можете что-то отпустить. И поэтому надо учиться это хотя бы делать через дыхание, а потом переводить это в жизнь. Поэтому дыхание очень показательное. Давайте прямо сейчас сделаем ещё раз очищающее дыхание. Сейчас мы сделаем его немножко по-другому. Сейчас мы будем делать очищающее дыхание только через нос, через канал нос. Рот будет закрыт. Мы сделаем активный вдох и расслабленный выдох через нос. Смотрим. Давайте все вместе. Рот закрыт. Делаем. Может начать кружиться голова. Мы о голове говорили, да, что если кружится голова, ничего страшного, через какое-то время она у вас пройдёт. Теперь давайте сделаем то же самое через рот. Мы будем делать вдох через трубочку, губки трубочкой, как будто соломка, да, мы что-то всасываем. А на выдохе в губы будет буква А. Давайте попробуем все вместе. И ещё раз. Старайтесь вот прям отпускать. Вот знаете, как лук мы натягиваем, да, прям такой расслабленный. Мы верим жизни, мы верим дыханию. То есть мы не боимся расслабиться. Не бойтесь отпускать и расслабляться, чтобы не было такой вот зажатости. Старайтесь расслабляться. Теперь мы сделаем вдох через нос, выдох через рот. Давайте все вместе. И ещё раз. Девочки, кто зевает? Это отлично. Это зевание, как я вам уже сказала. Если вы хотите зевать, зеваем громко, широко открытым ртом. Вот так вот. Не надо зевать непонятно как. Зевайте громко. Это нас в детстве приучали. Зевать – это типа проявление неуважения, это там всё тягово. На самом деле зевать – это природный рефлекс, и он расслабляет. Поэтому зеваем, если зеваем с широкой пастью и очень громко. Всегда. Никакую ручку мы не прикладываем к рту. А зевание – это хорошо. Только зевайте нормально. Потому что если вы зевнёте нормально, то у вас ещё больше пойдёт расслабление. Теперь, так как мы практикуем осознанное дыхание, давайте теперь к этому очищающему дыханию добавим осознанность. Что такое осознанность? Осознанность – это то, куда мы направляем внимание. Значит, как мы сделаем? Мы сейчас сделаем, прибавим голос. То есть на выдохе мы прибавим голос. Смотрите. Примерно это может выглядеть так. Давайте. Все вместе попробуем. С голосом. А теперь давайте выдох сделаем с наслаждением. Представьте какой-то такой вкусный момент в своей жизни. Допустим, вы нюхаете такой прекрасный цветок или какое-то приятное событие произошло, да? Или вы встречаете там рассвет. То есть вы прям полны радости, да? То есть делаем выдох с наслаждением. Готовы? Поехали. Давайте ещё раз. Прям представьте что-то прям такое очень позитивное. И последнее, что мы сделаем с очищающим дыханием. Мы на вдохе будем выбирать что-то положительное. Давайте будем выбирать энергию. Мы будем выбирать силы. И давайте ещё выбирать радость. Энергию, силу, радость. То есть мы на вдохе представляем, как энергия, сила и радость входит в наше тело. А на выдохе распространяется по всему телу. Давайте попробуем. Делаем вдох. Вбираем. И ещё раз. Ах! М-хм. Супер.